В пылесосе Samsung с турбиной Antitangle фильтр не забивается, а мощность сохраняется. Уборка будет быстрой. Пылесос Samsung с турбиной Antitangle. Эндокринологического центра Академик Дедов и директор Института клинической эндокринологии Галина Афанасьевна никогда не... Ну что, наши гости сегодня блистательный эндокринолог, директор Института клинической эндокринологии, академик, профессор, доктор наук Галина Афанасьевна Юрьевича. Галина Афанасьевна книжка, правда, поразительная. Она теперь лежит у меня на столе. Я хорошо помню, как я пришла в Метрополитен-музеум, и у нас была такая тема в программе «Катаракта». И там висели картины Мане трех разных периодов. И было видно, как у него портится зрение. Я сказала, а, Мане, ну это катаракта, мы тут видим... Я думала, экскурсовод, она была настолько оскорблена, я думала, она меня выведет из музея. Но мы ничего с собой поделать не можем. То есть, железа работала, очень серьезно работала. Пыталась выработать как можно больше гормонов, но ей не хватало йода. И она поступала так, как поступают нерадивые руководители плохих фабрик. Она увеличивала штат, увеличивала площади. Талантливый руководитель обойдется маленькой площади. Коль скоро мы заговорили про йод, у меня вот такая банка йода, я хочу людям сказать, потому что многие люди, зная, что йода не хватает, они начинают смазывать себя йодом, наносить на себя сетки. Это ужас, сказала академик. На всю жизнь нам нужна одна чайная ложка йода, не больше. Поэтому не нужно пить йод в чистом виде, не нужно добавлять его в молоко, не нужно делать йодную сетку. Все это неэффективно, все это заблокирует и испортит жизнь щитовидной железы. Итак, узлы в щитовидной железе образуются прежде всего из-за дефицита йода в организме. Главная угроза этого состояния для женщины – выкидыши, невынашивание беременности и рождение умственно отсталых детей. Вот почему щитовидную железу нужно обследовать. Есть два главных исследования – УЗИ щитовидной железы и определение в крови тиреотропного гормона – ТТГ. Эти исследования должна пройти каждая женщина. Именно так желудок лежит в организме человека. И сегодня, к великому сожалению, так как мы рассказываем о суперсовременных технологиях, о суперсовременных подходах, я хочу сказать, что сегодня появился особый метод гастроскопии. Гастроскопия, которая соединена с микроскопией. Вот когда мы говорим биопсия и так далее. Вот сегодня все это может сделать врач-эндоскопист во время эндоскопической диагностики. Мы сегодня покажем вам потрясающий метод обследования. И давайте заглянем внутрь желудка. Что это за орган? А потом посмотрим, как это обследование происходит. После того, как мы проглатываем пищу, всего через 7 секунд она оказывается в желудке. Желудок – это мышечный мешок, сложенный как гармошек. Мы с вами в нашей эндоскопической лаборатории. Эндоскопические кабинеты до сих пор называют операционными, но это, конечно же, не операционные. Процедуру гастроск наук и профессор Ирина Нельсоновна Химина. Сразу хочу сказать, что эта процедура проводится только когда пациент во сне. Поэтому у нас есть монитор, у нас здесь стоит врач-анестезиолог. И мы сегодня говорим об обследованиях, которые позволят... Без всяких симптомов. Дело в том, что данное заболевание на начальной стадии чаще всего... ...возьмет образцы клеток на биопсию. Взяв анализ... То есть биопсию. ...обязательно. При изучении гистологического заключения уже можно будет... И я еще хочу сказать одну важнейшую вещь. Вот сегодня это апофеоз технического совершенства. То есть мы застали рак на самом-на самом начале. Он пока только поверхностный. Удалить будет несложно. И прогноз у человека очень хороший. Чего мы вам всем и желаем, друзья. Спасибо большое, Ирина Нельсоновна. Спасибо вам. Наша программа продолжается. С вами Слова Здоровья, дорогие друзья. Наша программа продолжается. И время нашего проекта «Красота» с профессором Куховым. Начнем со знаменитого плача Ярославны. Душевного крика, который обратили к нам женщины России. Всем привет. Здравствуйте. Мне 69 лет. Мне 16 лет. Мне 33 года. Я с гордочем Максаром. 52 года я родила двойняшка. Вот имя Миша. Привет. И Настя. Привет. Я походила на 15 килограмм. У меня очень сильно опустилась нижняя часть лица. Вот, собственно, мой живот. Грудь у меня стала не очень красивая и непривлекательная. И как бомбс у меня торчит одно ухо. Мужчина, с которым я жила больше 25 лет, ушел в 40 лет. Очень хочу попасть на ваш проект, чтобы привести свою лицу в порядок, а вместе с ним душу. Мы просим вашей помощи. Ну, этот финальный, конечно, ролик, это было уже просто таким ударом под дых. Понятно, что последнюю женщину мы взяли в проект. Вот это живот, который был у нашей героини. По сути дела, на этом животе и должна была вестись работа. А теперь операция, которая была сделана командой доктора Пухова. Еще раз посмотрите на кожу живота. К сожалению, ничего, кроме пластической операции, здесь не поможет. Здесь надо уменьшить избыток кожи, удалить излишки жира, перенести пупок, вообще уменьшить талию, сшить мышцы, которые ослаблены после родов. Здесь надо сделать красивый живот. Работа по возвращению красоты с живота начинается с липосакции. Излишки жира просто откачиваются из-под кожи. Затем профессору Пухову предстоит в буквальном смысле перекроить живот нашей героини. Ну, вот сейчас вот пупок на этом месте, а был вот где. Это та кожа, особенно кожа, которая находилась над пупком, она ушла сюда. То есть анатомически будет расположен правильно. За годы работы доктор Пухов сделал сотню подобных операций. Сейчас вы видите результат его работ с женскими животами. Вот и с телом Лены он работает, как великий кутюрье. Вот как раз 10 сантиметров избыток кожи. Он сам самостоятельно никуда не уйдет, если мы его не уберем хирургическим путем. Все движения отточены. Ничего лишнего доктор Пухов не уберет. Его пациентка получит идеальную форму живота и талию. То есть вы видите сейчас, что даже в данный момент талия уменьшилась. Внутри ушит диастаз мышц, апоневроза. Пупок перемещен в новое положение. Удалены сечены избытки кожи. Сделано то, что было запланировано. Пришло время увидеть окончательный результат. Ну что, друзья, пришло время увидеть окончательный результат, но я просто представляю сейчас ощущение женщины России. Они ей задать хотят один вопрос. А можно не когда ты уже стройная красавица, и у тебя живот чуть-чуть обвисает, а когда ты просто хочешь это вообще убрать, я бы с удовольствием, ты говоришь, и талию бы уменьшила, и тут бы что-нибудь отрезала. Можно, например, мне, таким людям, как я, или людям, которые полнее меня, к вам лечь на стол, и талию получить, и живот убрать, и все? Или это все-таки только с кожей работает? Можно. И чего будет? Будет и будет. Будет кожа талия, будет меньше подкожно-жировая клетчатка, будет… Если уже, если делать, если эти проблемы до 40 лет, или хороший тургар кожи, можно обойтись только липосакцией. А если уже дальше проблемы, если в более старшем возрасте тургар кожи снижается, и эффект лифтинга после липосакции не будет, тогда необходимо дополнять иссечением кожи, то есть обдольная пластика. Короче говоря, при ожирении можно иссечь, убрать и встать со стола, стали и без живота отвратить. Честь и хвала профессору Пухову. Наша программа продолжается. Диета Елены Малышевой. Вкусно, сытно и полезно. А врач страшная. Это вообще не представляю, люди величайшие, которые могут взять на себя ответственность за медэкспертиру. И зачастую, наверное, все проблемы, которые случаются, с... И улетел. Вот мы сейчас хотим показать, как это происходит графически. И так в глубоких венах на ноге образуется трон. А дальше просто... Вот он образовался. А дальше просто кусочек улетает, улетает, улетает. Вена шире, шире. А потом уже, уже. И вот отключилась легкая. Вот так может умереть любой человек. Поэтому с тобой, как самым разумным представителем артистического мира из всех моих знакомых, я хотела об этом поговорить. Я тебя хочу познакомить с профессором Васильевым, который всю жизнь занимается сосудистыми проблемами. Виктор Евгеньевич, Ольга Погодина, умница и красавица. Вот что должны знать мы, женщины, о варикозной болезни. Вот она, наша нога, друзья. И вот вены, которые могут увеличиться. Просто на ноге в силу того, что это такая проблема. Мы много стоим, мы можем дожить вот до такого. Здесь кровь сгущается и останавливается. А дальше все, как у Дмитрия Марьянова, может случиться с любым. Что знать нам, здоровым и красивым? Не побоюсь этого слова. Смотреть на свои нижние конечности. Появление. Так вот называют женские люди. Появление. Это важная вещь. Здоровья тебе, успехов в кино. Друзья, здоровья всем. Вода. Потому что это самое главное.